Почти закончилась первая школьная неделя, но все снова мечтают о каникулах. Еще не все привыкли вставать по утрам и быть при этом бодрыми. Как этот ученик, возможно, даже первоклассник. Ну, утомился ребенок, но с кем не бывает. А вот что было дальше, такое действительно увидишь нечасто. Заботливый педагог убирает учебники со стола и будит мальчишку. А тот, похоже, настолько крепко спал, что не сразу понял, что вокруг него вообще происходит. Да и кто вообще назвал первое сентября праздником? Ведь, по сути дела, это начало большой работы. А лошадь, как известно, с началом пахоты не поздравляют. Зато дают наставление. Короче, запрещаю вам где-то лазить по каким-то плохим местам. Вы можете упасть, потому что все везде хлипко. Потом запрещаю вам всем доверять. Секреты, тайны, как хотите, но доверять свою жизнь запрещаю. Что-то пробовать на улице дают вас, угощают. Нет! Это нет, конкретное нет. Ничего нигде не брать, никаких конфет, никаких... Слушайте, мне, взрослые, тоже хочется конфетку съесть. Но я опасаюсь. Потому что жизнь – это совсем другая школа. Здесь двойку не поставят, но тех, кто никуда не поступил, могут и гранатами закидать. Матрос полевая к бою готова. Откуда родом матрос полевая? С Владивостока. По Владивостоким проституткам гранатой! Огонь! Сиди! Кого не убьет, может серьезно покалечить. Как Ольгу Михайловну Гадаеву. Не знаете, кто это? Тогда знакомьтесь. Я сказала всем молчать. И сегодня они драться со мною. Я сказала не драться, я сказала не драться со мною. Женщина. Я не женщина. Я Ольгу Михайловну Гадаеву только что сказала. А вот в Хакасии начало сентября отметили снеговиком. У жителей села Прейсковая неожиданная погодная аномалия вызвала бурю эмоций, которую они не могли держать в себе. И правильно сделали. Потому что мы теперь все можем на это посмотреть. Но не только погода преподносит сюрпризы. В московское метро спустились звездные войны. А может они просто из Америки сбежали? Ведь там так плохо, говорят. Хоть плачь. Мои девочки, мне так жалко американцев. Прямо я не знаю. Бедные люди, рабочие. Их меньше всего. Их ни за что там считают. Не плачьте. Все будет хорошо. А в этом ролике в тихую бухту прямо к отдыхающим на берегу людям приплыли киты и устроили настоящее водное шоу. Это действительно большая удача. Вот так близко увидеть морских гигантов. Вы думаете, дальше некуда и ошибаетесь. У этого дайвера даже получилось сделать селфи с самым большим млекопитающим. И это тоже получилось совершенно случайно. Мужчина прыгнул в воду и не сразу заметил, что к нему приближается огромное существо. Но потом он рассказал своим подписчикам, что даже слышал его пение под водой. И немного о доброте душевной. В интернете появился ролик о том, как один блогер в магазине оплатил покупки 50 совершенно незнакомым бабушкам. Он молча отдавал кассирам свою карту. И от такой приятной неожиданности некоторые старушки даже плакали. Кто-то считает, что такие поступки афишировать не принято, мол, доброта любят тишину. Позволю себе не согласиться. Пусть таких видео в интернете станет больше не популярности авторов ради, а для того, чтобы мир стал лучше. И не забывайте смотреть ваши новости в наших новостях.